В Курск пришли три компьютерных томографа. Их уже монтируют в инфекционной больнице имени Симашко, 6-й горбольницы и бывшем здании онкоцентра. Работать они начнут 16 июля. Аппарат оплатил региональный бюджет. Закупают еще шесть. В роддом у нас это металлоинвесторы. Они сегодня с утра мне сказали, что контракты все заключены. И в ближайшие тоже, значит, первые идет Железноборск. И потом уже следующий роддом тоже до конца июля должны быть аппараты. Куряне снова жалуются на неприятный запах. Особенно много обращений от жителей северо-западного микрорайона. Все дело вы честных. По словам замгубернатора Алексея Смирнова, их реконструкцию планируют закончить к 2021 году, а не к 2023, как предусмотрено контрактом. В этот раз тоже погибла рыба, но в целом ситуацию держат под контролем. Действительно, сейчас большой водоразбор и он увеличился в связи с жарой в три раза. Поэтому в связи с тем объемом сбросов канализации, с тем, что очистные старые, конечно, Илбут этот не выдержал. И мы уже больше недели, как запустили новый. Сейчас эти микроорганизмы растут и будем через неделю стараться переключаться на новый Илбут. Роман Старовойт попросил обратить внимание и на проблемы с водой в регионе в целом. Люди фактически круглосуточно осуществляют полив приусадебных участков и давление в системе катастрофически падает. И не помыться, не приготовить пищу нет возможности. Мы можем как-то предусмотреть дополнительные мощности на этот период времени. Порядка 500 миллионов рублей уже заложено через программу «Чистая вода». И мы увеличиваем мощности насосных скважин и будем новые. Прошли уже вторые выходные с открытия фермерского рынка. Зам Сергей Стародубцев отчитался о проделанной работе и резюмировал. Рынок будет. И в субботу, и в воскресенье на фермерском рынке вели торговлю более 30 крестьянско-фермерских хозяйств в предприятии пищевой перерабатывающей промышленности. Есть проблемы организационного характера. Есть новости от Экотекса. На предприятии установили второй фильтр. Его уже испытали, ждут результатов. Анна Пикулина, События дня.